Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Луцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру тренером в игре FIFA 17, возглавляем футбольный клуб Оренбург. И сейчас нам предстоит провести матч дома против томской Томи. И если мы побеждаем, то Оренбург становится чемпионом России сезона 2016-2017. Да, не удивляйтесь, именно так. Может быть кто-нибудь только сейчас зашел на это прохождение и смотрит первую серию, почему-то 14-ю, точнее даже уже 15-ю. Статистика бомбардиров. Видим, что Прудников на третьем месте делит его с Болидзюбой и Залуишем по 10 мячей у них. Надо ему сделать хэт-трик или покер, тогда он даже Дэвича опередит, но это нереально мне кажется. Хотя еще три тура и скорее всего я его буду специально выпускать, хотя там же кубок еще. В общем, тяжелая у нас ситуация в плане того, что надо будет ротировать состав, очень плотный календарь в конце сезона. Ну что ж, Томи значит, да? Поехали. Сыграют значит следующие ребята. Прудников, естественно, нападающий. Нехайчик Бамба и Фремов ему будут помогать. Георгиев, возвращение капитана. Он очень мне понравился, когда вышел на замену в прошлом туре с Териком. Возвращается он в стартовый состав. Могилевец с ним рядом, теперь он будет правым опорником у нас. Тигиев, Анану, Масайский, Флоранус, незаменимая линия обороны. И Гошев с рейтингом 70, конечно же, на воротах. А Бакумов будет играть в финале кубка. Про это тоже не стоит забывать. Надеюсь, я не забуду его поставить. Ну что ж, Делькин в запасе, я его снова вернул. Хотя, наверное, Саная был получше все-таки. Нет, все-таки Саная давайте сюда поставим. Ну а все остальные... Батову еще, наверное, надо. Батов тоже хорошо может выйти. Но вот вместо кого? Вместо Щербакова, наверное. Щербаков вообще не нравится. Я уже столько об этом говорил, да, и только сейчас его убрал. Дождь, кстати говоря. Куда ж без него. Стартовый свисток прозвучал. Разбирает свой одиннадцатый. Одиннадцатый мяч! Выводит Оренбург вперед. Первая же атака. Я даже не буду ничего вырезать. Вот как развели мяч. Чтобы вы все видели, как все начиналось. И чем все закончилось. Бамба на Прудникова. Старая связка опять сработала. 1-0. Александр Прудников. Одиннадцатый мяч в чемпионате. Флоранусу здесь тяжело на фланге. Какой-то штемпняк с ним. Постоянно забеги устраивает. А Флоранус немного подустал. Поэтому ему тяжко даются эти рывки. Или Стефаник даже. Вот как правильная его фамилия. Могилевец спокойно здесь. Давление на угловом. Могилевец справился. Справился. И выходим в атаку Ефремов. Могилевец. Свободная зона. Но пас немножечко неточный. Ускорение мячу лишнее. Скользкое поле придает. И не все игроки это учитывают. Делая такие передачи. Благо Георгий. С фланга. Навес. Прудников на опережение летел. Наконец-то. Дьяков. Выносит мяч подальше. Бамба. Подача. Пробить не дают. Будет ли офсайт? Не должно вроде быть. Все-таки есть. Тегиев. Нехайчику. Дальше. И еще дальше. Ефремов. Удар. Штанга. Вторая за сегодня. Опять-таки без комментариев. Но сейчас уже атаку не продолжить, конечно. Жаль, что не забили. Нехайчик. Это аут. А вот и благо в атаке. Вот и благо в атаке. Передача на Прудникова. Прудников разворачивается. Ох. Благо Георгиев. Как тебя нам не хватало, а? Как тебя нам не хватало. Прудников зверь, ребят. Он делает дубль. Вы понимаете, да? Я говорил перед серией. Точнее перед матчем. Что хэд-трик или покер нереально будет сделать. Уже он два забил. 12 мячей уже у Прудникова на счету. В чемпионате России. И Александр продолжает борьбу за лучшего бомбардира. Опасный удар. Гошев на месте. Такие удары он всегда у нас тащит. Рядом с центром, да? Навес. Ефремов. Очень часто, кстати, невысокий Ефремов у нас выигрывает верховую борьбу. Что в нашей штрафной, что в чужой. Это удивительно, но это факт. Что будет навес теперь еще. Ну. Комп, ты же так любишь. Делать и мне забивать. Снова Благо. Вот его эти подключения всегда, всегда нам помогали. Всегда помогали Благо. До конца там оказывает сопротивление. Отбору. Создают как бы численное преимущество в атаке. Почему-то не Воробьев, не даже Габулов, которого я туда ставил. Так в атаку охотно не бегают. И я уж не говорю по меркам. 30 минут нам осталось продержаться, чтобы стать чемпионами России. Естественно, я буду выпускать свежих игроков. Батов пойдет направо, Обликов пойдет налево и Габулов пойдет в центр. Опорники, я думаю, смогут выдержать до конца. Не, ну знаете, Тойм много бьет поворотом, хоть мы и не даем им ударить с удобных мест, а не с острых углов. Хотя бы бить-то, я не знаю. Я почитал, кстати, про обновление FIFA 17, о котором я говорил вам в прошлой серии. Там ничего нету, ничего не указано. Влоги, да, как... Ну, что-то изменили в искусственном интеллекте. Ботов, да? Сейчас мы пропустим, я чувствую. Она сосредоточится. Мы все-таки за чемпионство играем или что? Все нормально. Так вот. Там только изменили в плане карьеры, что... Что касается карьеры, там изменили только то, что звезды часто были в запасе у многих клубов соперников. Теперь... Теперь такого не будет. Вот. Единственное, что я там нашел про карьеру. Флоранус. Навес. И... Габулав! Ну ведь точный навес был. Ну почему они не бьют головой? Я же нажимаю! Вот это Тегиев протащил, конечно. Пас не очень удачный. Но Батов принимает. И тоже делает не очень удачный пас. Как будто, знаете, мяч застревает в лужах. И не доходит до места назначения. Ну что, я не знаю. Там у нас сейчас будет отдых у основы. Следующий матч, наверное, он уже ничего не решает. Я покажу вам только голы, если они будут. И все. Потом нам предстоит финал кубка. Такие планы. 9 минут, ребята, для чемпионства. 9 минут. Нет, Стефаник этот мяч не догоняет. Ну что ж, друзья мои. Пора уже, по-моему, вас поздравлять. Чемпионство Маринбурга. Обляков нет. У Гузнецова там травма. У Томского. Или все-таки рано еще поздравлять. Еще Томи что-нибудь сделает. Кирилл Камбаров. Мяч в нашей штрафной. Дудиев. Гол. 2-1. Рано поздравлять. 5 минут еще. И Томи берет мяч. Бегут они. Хотят забить еще. Нельзя, 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 нельзя. Все, настроились. Батов. Флоранус. Томи идет в прессинг. Ничего страшного. Снова Флоранус. Я торопиться не буду. Там подавать или еще что-нибудь. Будем разыгрывать мяч. Потому что ну его нафиг. Сейчас очень опасная ситуация. Могилевец. К сожалению только один вариант. Это благо Георгиев. Батов сам. Навес. Все-таки я подал. И Прудников. Но я хотел сделать хэтрик Прудникову. Но он не попал. К сожалению не попал Прудников. Отличнейший шанс был забить сейчас. Ну и далее шанс Томи. Нет, Георгиев здесь выигрывает. Бабула головой. Красиво. Вдвоем там забегают. Передача на Габулова идет. Габула. Удар. Плохой удар. Не стоило бить оттуда. Надо значит было разворачиваться. Снова выиграть. Выиграть. Анану. Могилевец не успел. Анану накрывает. Могилевец. Головой. Благо. Все. Все друзья. Первое место за Оренбургом. Никакой ЦСКА. Никакой Зенит. Никакой Рубин. Нас уже точно не догонит. 8 очков отрыв за 2 тура до конца. Можно набрать только 6 очков. Даже если мы оба матча проиграем. А ЦСКА выиграет. Отрыв сохранится в 2 очка. Вручение Кубка я думаю пройдет после заключительного тура. Матча заключительного тура. Поэтому все празднества потом. Сейчас наша главная задача выиграть еще и Кубок России. Но прежде будет еще предпоследний тур. Там я думаю нарезка будет минимальной. Смотрим. Лучший игрок наверное у нас. Смотрите. У Томска это ударов 5. 400 вор почти так же как у нас. Лучший игрок у нас Прудников. Да. Естественно за дубль. Габулов плохо сыграл. Обликов плохо вышел. Не попали они в игру на Сангри. Только Батов более или менее что-то показывал. Да. Ну и Георгиев. Оценка 8 и 9. Я говорю что. Благо. Он хоть и старенький. Но он нам понадобится. Я его никуда продавать не буду. Не волнуйтесь. Там просто много комментариев я читал. Никуда я нашего Болгара продавать не буду. Ну что ж друзья. На абсолютно уже неважный для нас матч против Урала. Я выпускаю следующий состав. Саная Парников. Щербаков. Делькин. Померка Кацалапов. Не удивляйтесь. Да. В опорной зоне. И защита полуяхтов. Воеводия Жунич. Не игравший у нас вообще. Малых. И Гутер на воротах. Который тоже очень давно не играл. Ну то есть. По-моему даже с предсезонного турнира аж. Такой состав. Многих из этих ребят мы будем продавать пытаться. В следующее трансферное окно. Но вот шанс им показать себя перед потенциальными новыми работодателями. По-другому и не скажешь. Ну я не знаю что я смогу показать с этим составом. Но посмотрим. Все-таки Урал не самая сильная команда. 1-0. Это Анзор Саная. Чуть ли не первая наша атака завершается голом. Вот так вот. А я говорил не знаю что покажу с этим составом. Саная. Был бы Крудников на его месте. Возможно сейчас бы вырвался в лидеры бомбардиров. Но на самом деле паста отдал кто? Щербаков. Голевой пас. Все-таки может быть зря я его на фланг ставил. Может его позиция именно в центре. Но там у нас и Бамба и Обликов. Поэтому конкуренцию он там явно проигрывает. 1-0. На четвертой минуте Оренбург выходит вперед. Урал сравнивает счет. Причем это первый удар их. Да уж 1-1. Ну со стандарта здесь вот плохо обработали. На линии штрафной потеряли. Разворот. Удар. Классный удар от перекладины. Бутер не потащил. Мабена сравнивает счет. 1-1. 65-й. Ну ничего страшного. Там потом статистику вам после матча покажу. Ну вы поймете что. Надо было нам конечно выигрывать. Ну ладно. Может быть еще будет шанс. Матч окончен дорогие друзья. Сыграли мы с Уралом в ничью. 1-1. Считаю что для такого состава игра получилась успешной. Вот статистика ударов на ваших экранах. Свой один одинешеник шанс Урал реализовал. У нас было куча моментов. Там и штанги были. И перекладине. Вряд ли это войдет наверное в нарезку. И с линии ворот там защитники выносили. Вратарь тащил Урала. Но забить мы больше одного не смогли. Интересно даже кто у нас лучшим стал. Кацалапов на месте опорника. А правый защитник. Удивительно конечно. Но именно так. И хуже всех сыграл Деликин на фланге. Санаева 8-0 неплохо. Но он гол забил. Но он забил гол. А здесь Емельянов. Прошу отметить. 7-5. Оценка. Скоро. Скоро этот парень будет играть за Оренбург в Лиге чемпионов. Перед финалом кубка. Гошев поднял себе уровень до 71. Но в этом финале он принимать участие не будет. Если не только не дай бог удаление или травма. Травма у вратаря быть не может в ФИФЕ вроде как. Но удаление быть может. Поэтому скорее всего Гошев не появится в финале кубка против Ростова. Итак дорогие друзья. На финальный матч. В тумане он будет. Причем. Кубка России против Ростова. Сыграет следующий состав. Прудников. Конечно же. Центральный нападающий. Нехайчик Бамба и Фремов. Ему будут помогать. Могилевец и Воробьев. Все таки. Хотя. Но все таки да. Могилевец и Воробьев выйдут в старте. Если что. По ходу встречи выйдет Георгиев. На усиление игры в атаке. Он очень хорошо подключается вперед. Просто с Ростовом. Я хочу начать аккуратно. Мало ли что. Тигей, Фананума, Сайский, Флоранус, Защита и Гошев. На воротах нет. А Бакумов на воротах. Конечно же. Флоранус. Смотрите. Все еще не смог. Как бы. Прийти в себя. Все еще загружен. Все еще подустал. Как и Прудников. Удивительно. Я им дал отдохнуть. Неделю. Да. Все равно. Этого недостаточно. Так. Батова надо обязательно в запас. Вместо Щербакова. Также нам нужен Саная. Вместо Делькина. Наверное. Запас малых. Ну не знаю. Малых. Полуяхтов лучше. Он может и в центре там сыграть. Как-то более. Или даже Кацалапова. Сюда. Да. Мало ли что. Ну вот так. Такой запас. Усилять есть кем. В принципе. Поехали. Действительно туман. Полный стадион. Интересно. Интересно. Где же проходит финал Кубка? А вот и заветный трофей. Российский Кубок. Забавно. Полиция по-английски написана сзади. Должны по-русски были написать. Все. Мне нравится игра. Шучу, конечно. Ну что. Воробьев давно у нас не играл. Да. Еще и в качестве капитана. Просто. Эта команда проделала путь до финала Кубка. И не хотелось менять никого. И стартового состава. Практически. Полос. Азмун. Да. Это нападение Ростова. Стартный свисток прозвучал. Я немного нарушаю атмосферу. Но все-таки хочу посмотреть состав Ростова. Полос. Азмун. Да. Нападение. Опорная зона Гацка. Нобуа. Ерохин. Бешеный. Просто центр. Бешеный. Кудряшов. Навас. Кто там? Я не вижу. Гранат. Терентьев. Это оборона. Джанаев на воротах. В принципе, никто не ушел. Да. Никто не пришел. У Ростова как был состав в начале сезона, так он прежним и остался. Поехали, друзья. Финал Кубка России. Видать, Ефремова бить-то по мячу не учили. А ведь нажал сразу удар. Первый опасный момент у нас, между прочим. Прудников. И снова Ефремов не бьет. Прудников. Не Прудников, а Могилевец все-таки пробил. Но из-под себя выгребал мяч. Удар четким не получился. Какой проход Тегиева. И, господи, Ефремов со второй попытки. Ой, Тегиев что сотворил. Иди, иди праздну с Тегиевым, а. Иди с Тегиевым празднуй. Иди, говорю, с Тегиевым празднуй. И с Трудникова. Это он тебе сделал гол. Посмотрите, принял мяч. Ложный замах. Ушел от одного. Второго на скорости. И отличная передача. Навастан заблокировал первый раз удар. И ведь мяч шел в угол. Но, слава богу, отскочило обратно Ефремову. И он уже забил. А Тегиеву, наверное, обидно. Голевой пастой ему не засчитают. Это 1-0, друзья мои. Ефремов с третьей попытки. Все-таки сбивает. Как с третьей? Даже четвертой. В этой атаке было сразу две. Кудряшов. Ну, ответ на атаку. Важно, важно, важно. Отбить сейчас. Азмун. Дальний удар. Подбор за Кудряшовым. Прострел. Абакумов. 24-я минута встречи. Пока что наша оборона работает как часы. Ничего не позволяем сделать Ростову и Ефремов по флангу. Очень активен он в этом матче. Ефремов. Можно разворачивать защитника. Здесь уходит. Передача на Флорануса чуть назад. Бамба. Гранатное опережение. Не дает принять мяч. Крудников, Крудников. В подкате, конечно, бил. Может быть, стоило ударить. Знаете, этим. Навесиком. Может быть, он тогда вратаря бы перекинул. Но иначе он там уже не успевал к мячу. А какая разъезжающая передача опять от нашего его орица Бамбы. Подходит потихонечку к концу первый тайм. Наверное, тут будет мало комментариев у меня. Ну и получится, наверное, меньше. Опять-таки, обзор этого матча в серии. Потому что я полностью сосредоточен. С Ростовом держать нужно ухо вострою все 90 минут. Михайчик. Бамба. Стеночка с Крудниковым. Да не туда играешь, Крудников. Я играл, если что, на фланг. Закнал почему-то в центр. И вот она, контратака Ростова. Вот она, контратака Ростова. И Рохин! Корпус нужно ставить Масайскому здесь. И он это сделал. Все спокойно. Вот такими подходами пока атаки Ростова и ограничиваются. Ничего более опасного им выжать пока не получается. Ефремов на скорости от Кудряшова уйти сложно. Подкат чистый. Нет, не чистый, считает судья. И награждает Кудряшова даже устным предупреждением. Желтую. Желтую не выписал. Так, ну что, Флоранус у нас подает? Ну почему нет? Давай попробуем. Вес. Там Мевли сыграл. Могилевец. Еще один подкат довольно грубый. Ростов начинает палить. Этим надо будет пользоваться. Ну что, первый тайм позади. По ударам у нас преимущество. Но при этом эти два удара Ростова как бы ну, не опасными были что ли. У нас тоже. Только в начале вот мы хорошо очень начали матч. Там кучу моментов нас задавали. После этого играем больше на осторожность. Ну и Георгиева выпускать пока не стоит. Потому что мы ведем в счете. А вот у Ростова выходит Александр Бухаров вместо Азмуна. Будет больше подачи. Ненавижу подачи. Бамба. Как обидно, что не попал сейчас. Ну и не его. Это дальние удары, конечно. Нам бы еще игрока, который бы обладал великолепными дальними выстрелами цены бы не было такому игроку у нас. Ну, он же, наверное, был бы у нас исполнителем штрафных. Надо будет озаботиться в следующее трансферное окно. И поискать подходящие кандидатуры. Бамба. У двоих мяч это брал. И протаранил всех здесь. Бамба, удар! Прямо в Джанаева. Главой. Сам же Бамба будет подавать. Ростов сложно переиграть наверху. Но попробуем, попробуем. Гацком там. Воробьев с лета пробивает. 62-я минута встречи. По-прежнему напряжение висит в воздухе просто. Ростов всеми силами пытается создать что-то впереди. Но всеми силами обороняемся. Пока замен делать не буду. Рано или поздно Ростов пойдет раскрываться. К этому надо быть готовым. Могилевец. Могилевец. Увидел Прудникова. Но там опять-таки схлопываются две линии обороны у Ростова. И очень мало пространства остается. И времени. Для принятия каких-то атакующих решений. Бухаров на фланге. Подача. Гошев. Ой, Абакунов. Спокойно должен забирать. Тегиев должен доставать. А не пришлось доставать. Почему-то решил ударить с дальней дистанции. То ли Бухаров, то ли кто это там был. А Ростов начинает прессинговать и раскрываться, похоже. 71-я минута. Не рановато ли? Обычно чуть попозже соперники раскрываются. Ефремов. Ефремов. Флоранусу вырезает мяч. Там пять защитников. Вот как подавать. Навес идет на Прудникова все-таки. Александр. Ладно. Опять-таки там кто-то задел мяч. Гуев вместо Терентьева у них вышел. Подача. Подбор, подбор. Взять, 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 взять. Тегиев. Тегиев. Берет на себя. И аут в пользу Оренбурга. 74-я минута. Ребята, ребята, ребята. Нужно держаться. Второй трофей подряд. Близо к нам. Воробьев. Выстрел. Сесар Анаваса опять. Опять Ефремов подкараулил. У нас здесь офсайд. Есть шанс поменять. Выпустить свежих игроков. Нам это сейчас очень важно. Давайте. Батов пойдет направо. Обликов пойдет налево. И в центр пойдет Габулов. Все ради того, чтобы поймать Ростов пару раз на контратаках. Надеюсь, это получится. Брудникова оставляю. Как забивного нападающего. Пусть и уставшего. Смотрите, Тегиев против Бухарова здесь. Ерохин. Анану. Нормально все. Обликов. И вот пошли, пошли, пошли в контратаку. Тегиев. Обликов. И сразу же, да, в стеночку надо играть. Габулов. Снова Обликов. Между двоих защитников. И третий его встречает. А не нарушение ли это правил, господин судья? Товарищ рефери. Батов. Батов прессинге. Обликов снова. Батов. Ой, далеко как отпустил. Ой, как далеко отпустил. Фатальная ошибка в атаке. Кудряшов с разборота. Какой пас на Нобуа. Дальше Полос. Атака Ростова. Остановили. Анану. Там все налетели. Габулов. Увидел, увидел Воробьева, который на фланг сместился. Флоранус. Обратно на Воробьева. Габулов. Мяч хорошо ходит у нас. Обликов. Могилевец. Можно Тегиева подключать. Да, Тегиев, Тегиев, Тегиев. Тегиев. Остановись. Да, не торопись. Нормально. Через центр снова. У линии штрафной Ростова мяч. Воробьев. У Нобуа на перехвате. Опять схлопнулись эти линии. Какой пас. Полос. Абакумов. Герой. Спокойно. Бухаров. Еще прострел. Масальский. Тегиев. Да вынести вы мяч уже. Абакумов оправдал то, что мы его выпустили в кубке, ребят. Все. Вот этим сейвом он оправдал себя. Не зря. Не зря выходил. Ух, ладно, продолжаем. 87-я минута. Ничего себе пас на поло за через все поле низом. Как любит Ростов, в принципе. Контраатакующий такой пас. Батав. Развернул Наваса. Но тут Кудряшов опять. Блин, это мощная группа обороны у них. Лазуткин какой-то вышел. Гуе. Ошибается. Габулов. Просто придержать мяч нужно. Просто придержать. И сделать передачу на Обликова. Обликов. Ложный замах. Не пускает его Лазуткин. Тегиев. Подача. Батов не смог отклеиться. Кудряшов ошибается в приеме мяча. Батов. Передача. Флоранус завершай. Угловой должен быть. Да. С левой ноги Флоранус не завершит. Ну что. Обликов. Подача. Удар Габулова. Кудряшов с ленточки. Прострел. Офсайду Лобликова. Ну что. Ребят. Две минуты добавлены. Они уже давно истекли. Мне кажется. И судья не должен дать Ростову шанс на атаку. Да. Да. Друзья. Кубок России отправляется. Как и. Чемпионство. В сезоне. В Оренбург. Мы это сделали. Мы сделали дубль. В России. И. Отправляемся в Еврокубки. На следующий сезон. Надо конечно усилять состав. Есть проблемы в игре. Несмотря на единственное поражение в сезоне. Проблем очень-очень много. И. Чувствую я. Если нам попадется какая-нибудь. Барса. Бавария. Реал Мадрид. Ну и так далее. У нас будут большие проблемы. Очень большие проблемы. Вручение. Вручение медалей. Золотых. Да. Вручение медалей не показывают. Но вот. Кубок. Кубок покажут сейчас. И будет в честь этой победы. Салют. Ну что ж. Кто поднимет заветный трофей? Я думаю Воробьев. Да. Надо было Георгия его выпустить. Ну да ладно. Кубок России в руках капитана Оренбурга. Друзья мои. Это первый наш трофей. Так-то по идее. Да. Если смотреть по времени вручения. Следующий будет кубок. За чемпионство. В сезоне. Да. Чемпионате. За победу в чемпионате. И думаю что. Как раз таки в следующем матче. Его отнимем. Ну будет вручение. Ха-ха-ха. Да. Кто-то корреспонденты там. Не знают какую правильную позицию занять. Не могут выбрать лучшую позицию. Ну что ж. Праздновать можно долго конечно. Но у нас еще один матч. А потом уже будем подводить итоги сезона. Давайте его быстренько сыграем. И будем заканчивать. Ну что ж. Рейтинг тренера у нас соточка. Максимальный. Обновился он после победы в кубке страны. Итак. Призовой фонд турнира. 1 миллион евро нам дали. Ну неплохо. Это уж. Это хоть что-то. Ладно. Ладно. Я думал 200 тысяч дадут. Миллион евро это ладно еще. Куда не шло. Вы знаете друзья. Во-первых. Почему-то у меня вылетели сервера. Может что-то с интернетом. Не знаю. А во-вторых. Я раздумал играть этот последний матч. Финальный с Уфой. Просимулируем. Состав я. Вон он. На ваших экранах слева. Выбрал опять резервный. Пусть сыграют. Посмотрим как без моего управления Оренбург справится с Уфой. 2-2 сыграли. Ну смотрите. Результативный матч показали. Марсинио. Коли забили. У Уфы у нас Делькин и Саная. Но после этого уже можно подводить итоги. Окончательные. Сейчас проведем еще тренировку. Последнюю. Заключительную. 5,5 миллионов евро дают за победу в чемпионате страны. То есть по сути. По сути. Не так и много. Прибавка к трансферному бюджету минимальная. Если так посмотреть. То есть миллион там. 5,5 здесь. 6,5 миллионов. Всего лишь мы заработали. Маловато будет на самом-то деле. Учитывая сколько нам игроков выкупать. Мы все эти деньги наверное на выкуп-то и потратим. Хотя посмотрим еще. Надеюсь что удастся уговорить сразу. Анану, Обликова и Ефремова перейти в Оренбург. Все-таки чемпионы страны. Все-таки лига чемпионов как-никак. Как в следующем сезоне. Ну посмотрим. Ладно. Посмотрим. И посмотрим на новые задачи в начале следующего сезона. Это тоже интересно. Состав почему-то у меня сборная стоит. Ну ладно. Давайте тренировку проведем. Все те же. Все так же. Не зря я отбор качал на шайбору. У него он как выступал. Флоранус 71. Тегиев 77. Отличный результат. Прокачки Гошев тоже 71. Ну замечательно. Все качаются. У нас оборона растет и растет. Значит следующий матч наверное сборной. Поэтому сборная это выбрана. Наверное перед сезоном. Так. Я бы хотел знаете что посмотреть. Я бы хотел посмотреть таблицы. Таблицы бомбардиров. Ну здесь Смолов да у нас. Забивал мне. Многие об этом в комментариях написали. Прудников занял второе место в списке бомбардиров чемпионата России. Девич забил 14 мячей. Прудников 12. Потом идет Дзюба, Траурезе, Луиш, Алекшатов, Бали, Мбакогу. Есть ли наши еще игроки? Нет. Больше наших здесь нет. У нас один Прудников много-много очень забивал. Голевые передачи. Бамба на втором месте после Бали. 8 голевых передач. У Георгиева 6. Учитывая сколько он пропустил. Это сумасшедший показатель. У Прудникова еще 4 голевые. Распособщиков у нас больше. Чем бомбардиров. Да. Ну и лучший вратарь по сухим матчам. Конечно же Гошев. А Бакумов занял восьмое место. Вот так-то. Кубок России. Здесь у нас Джанаев лучший по сухим матчам. Но Бакумов на втором месте. К сожалению, вот если бы я его тогда выпустил, то он бы поделил с Джанаевым эту первую строчку. Жалко, что... А почему здесь нет Гошева? Он же тоже выходил в кубки. Странно. Желтые карточки, красные карточки. Нет. Я хочу посмотреть. Здесь Батов. Лучший распасовщик. Кубка России. Ничего себе. Габулов 2 голевые. Воробьев. Прудников. У нас тут куча. Бомбардиры. Изанжи. Обесилий Ильичевич. Нехайчик и Ефремов по 2 забивали здесь. И Прудников тоже один раз отличился. Такая вот статистика. Дальше тут идут Еврокубки. Ну и вот. Да. Смолов 4 мяча забил. Шатов и Мамаев. 2-1. Такая вот статистика. Сборной России. Ну что, друзья. На этом, наверное, все. Просимулирую я остаток сезона. И тренировки уже в следующей серии. Там мы будем заниматься трансферами. Предсезонные матчи уже начнутся. Я думаю, что, опять-таки, пока трансферы у нас будет по 2 матча в серии. Там посмотрим, как пойдет. Спасибо, что смотрите. Не забывайте про то, что 1000 лайков обеспечит появление серии уже совсем скоро. А именно во вторник. Потому что в понедельник на канале выходной. То есть, послезавтра уже следующая серия. 1000 лайков, я думаю, наберется. Огромная вам благодарность за такую активность под роликами. В плане комментариев. И, конечно же, как раз-таки лайков. Карьера продолжается. Второй сезон. Нас ждет Лига Чемпионов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok